Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим с вами об очень интересных фразах из фильмов, которые перекочевали в нашу повседневную речь. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, начнем мы с вами с фильма, который называется Gaslight. Переводится он как газовое свечение или газовый свет в разных источниках по-разному. Фильм основан на пьесе Патрика Гамильтона, это британский драматург. Я вам, кстати, очень советую прочитать эту пьесу, очень интересная. И если хотите, посмотрите фильм, но фильм достаточно старый, он 44 года. И какую же фразу мы отсюда возьмем? На самом деле фраза даже не звучит в этом фильме, фраза произошла из самого названия фильма. Газлайт обозначает психологическое давление над человеком, когда вы психологически кого-то задавливаете. Это может быть и с мужской стороны, и с женской стороны. И вообще, даже на самом деле, мне кажется, во многих источниках, именно русских, я встречала этот термин газлайтинг. Вот. И это слово мы можем использовать в качестве глагола. Тогда нам нужно написать эти два слова вместе. Газлайт. Например, Она не имела никаких воспоминаний о произошедшем и думала, что он просто пытался ее задавить. Либо мы можем это же слово использовать как существительное, тогда нам просто к газлайт нужно добавить окончание ing. И у нас получится Вот такие дела. Едем с вами к следующему фильму, который называется Fatal Attraction. И на русском звучит как роковое влечение. Отсюда тоже произошло одно понятие, которое не звучит в фильме. Я немножко, наверное, сейчас поспойлерю. В общем, этот фильм, на самом деле, рассказывает о том, как одна женщина влюбилась в женатого мужчину. Ну, в общем, из названия фильма вы можете понять. То есть она начала его преследовать, угрожать и все дела. И, в общем, там есть одна сцена, когда она взяла кролика, дочки этого мужчины, и его сварила. Да, вот такая история. И, в общем, отсюда появилось понятие bunny boiler. То есть, ну, если мы дословно переведем, это свариватель кроликов. Ну, в общем, да. Мы относим это понятие к тем женщинам, которые вот так вот преследуют мужчин. Да, не просто преследуют, а, по сути, портят им всю жизнь. Да, bunny boiler. She's a bunny boiler. Следующий фильм называется Sophie's Choice. Он тоже достаточно старый, 1984 года. Я вам вообще прям очень советую его посмотреть, хотя бы потому, что там играет молоденькая Мэрил Стрип. И это прям... Некоторые сцены прям до дрожи. Она очень хорошо сыграла эту роль. Вот, я вам не буду вообще ничего говорить об этом фильме, потому что я испорчу тогда все впечатление. Просто вы посмотрите. Опять же, фраза, которую мы возьмем на вооружение, происходит из как раз названия этого фильма. Sophie's Choice. И, по сути, на русский язык мы можем это перевести как очень трудный выбор. То есть, это когда у вас есть два или три выбора, и ни один из них не улучшит вашу жизнь. Никак. Не решит ваши проблемы. Вот что значит эта фраза. Следующий фильм у нас будет Gone with Wind. Унесённый ветром. Замечательный, очень красивый фильм с невероятно красивой Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Просто, опять же, highly recommended guys. Просто посмотрите. Очень красивый. Вот. Если не читали книгу, тоже советую почитать. Но на самом деле, мне кажется, что фильм немного сильнее, чем книга. Вот. Но это my humble opinion. Да, не надо тут на меня наезжать. Вот. Отсюда мы возьмём тоже фразу. Она на самом деле моя лично самая любимая из именно книги. Она встречается и в книге, и в фильме. Звучит она следующим образом. After all, tomorrow is another day. И на русском она переводится именно в книге, как «я подумаю об этом завтра». Да, то есть, когда вы пытаетесь отложить какую-то сложную проблему на потом. На самом деле, иногда, может, это и работает. Да. В конце концов, утро вечера мудренее. И последняя фраза, которую мы с вами сегодня возьмём, из фильма «Godfather». Крёстный отец из второй части. Звучит она следующим образом. Keep your friends close, but your enemies closer. И на самом деле, мы используем эту фразу тоже в русском языке. Да. Держи своих друзей близко, а врагов ещё ближе. Вот такие дела на сегодня, ребят. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Пишите в комментариях примеры с фразами, которые я сегодня упомянула. Может быть, вы знаете какие-нибудь другие примеры ещё интересных, идиом, фраз, выражений из фильмов. Я вам желаю успехов во всём, не только в английском. And see you soon! Субтитры сделал DimaTorzok